Итак, следующее наше блюдо из диетического меню, которое мы сегодня приготовим, это мясное суфле. Итак, Людмила, с чего мы будем начинать это блюдо? Ну, процесс приготовления суфле заключается в чем? Здесь нужно правильно подготовить мясо. Главное, чтобы было мясо нежирное. Воду мы слегка подсолим. Здесь мы будем варить целым куском. Мы приготовим подпеченные овощи. Поможете нарезать? Да, с удовольствием. Мы подпекаем овощи без жира, для того, что это диетическое блюдо, и нам лишний жир, конечно же, здесь не нужен. Мясо варится на медленном огне, мы уже удалили пенку, и добавляем в бульон наши подпеченные овощи. Овощи добавили, и теперь мясо варим до готовности. И теперь мясо варим до готовности, и это будет полтора-два часа на медленном огне. Итак, мясо наше готово, так же, как и бульон. Что мы делаем дальше? Мы готовим мясо теперь для суфле. Первое, что мы сделаем, освободим его от бульона. Давайте. Ну и пока наше мясо маленечко охлаждается, мы приготовим соус для подачи софы. Муку мы пассируем без жира для соуса, ну и для до легкого кремового состояния. Теперь мы муку перекладываем в емкость, чтобы она слегка охладилась, и будем разводить охлажденным холодным молоком. Ну а я тогда пока займусь перекруткой мяса. Теперь нам нужно подготовить яйцо. Нужно отделить белок от желтка. Желток мы добавим сразу, а белок мы будем использовать чуть позже. Белок взбиваем. Угу, давайте взбиваем. До пышной массы, а я буду соединять сюда компонент. Мясную запеканку или мясное суфле мы, кстати, сегодня тоже будем готовить двумя способами. Первый вариант – это опять-таки на водяной бане или на пару, а второй – в духовом шкафу. Чтобы масса у нас не рассыпалась, мы добавим бульона, в котором и валилось наше мясо. Бульон должен быть охлажденный, потому что мы добавили яйцо. Пока вы взбиваете яйцо, я эту массу еще попробую сделать более пышной при полувощи блендера. В эту массу мы добавим как раз вот эти устойчивые, хорошо взбитые белочки. В одну сторону желательно, чтобы белки суфле не опали. Сейчас подготовим формы. Для этого мы их смажем растительным маслом. То, которое мы будем запекать, можно сверху смазать растопленным сливочным маслом. Я сделаю акцент для наших телезрителей. Когда мы говорим о диетическом столе, мы не имеем в виду подсчет калорий. Мы имеем в виду способ приготовления блюда. Правильно, Людмила? Конечно. Запекать при температуре 220 мы будем в течение 25 минут. Второй мы будем готовить на пару. Ну и пока у нас готовится суфле, мы до конца приготовим наш соус. Мука у нас охладилась. Добавляем холодное кипяченое молоко и разводим. Провариваем минут 10-15, чтобы получился соус нужной консистенции. Добавим, естественно, сюда и соль для вкуса. Из духовки. Запеченная, видите, корочка небольшая есть, нам больше и не нужно. Суфле паровое. Как и в любом питании, паровое мы веточкой оформим. А запеченное, это уже в период выздоровления, мы можем посыпать шинкованной зеленью. Еще немного есть масла. Мы можем полить вот буквально слегка-слегка. Мягче оно становится. Мягче. И сбалансированность, опять же, питания. Это важный фактор. Итак, дорогие друзья, мясное суфле, которое мы сегодня будем считать основным блюдом нашего диетического стола, готово. Рецепт мясного суфле. Посолите воду. Добавьте подпеченные дольки лука и моркови. Поместите в кастрюлю мясо и варите полтора-два часа на медленном огне. Измельчите говядину с помощью мясорубки. Добавьте фарш, желток и охлажденный бульон. Взбейте массу блендером и добавьте взбитый белок. Готовьте суфле 25 минут в пароварке или в духовке, разогретой до 220 градусов. Для соуса прогрейте муку, охладите и разбавьте молоком. Варите 10 минут. Полейте суфле растопленным сливочным маслом и подавайте с соусом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!